Данная практика настроена на то, чтобы развивать чувство ритма, чтобы лучше чувствовать ритм внутри песни, уметь хорошо вступать в песню. Я думаю, многие сталкивались, когда вступает не в ту долю, и потом уже вся песня идет не так. И причем это нужно еще уметь вступить не в ту долю и продолжить так петь. Вот такое иногда бывает. Но когда вы уже начинаете ориентироваться, это заметно, что у кого-то уже есть улучшение, и потом начинается лучше. Вот, вам нужно будет хлопать и топать. Если кто был уже на этом занятии, то хлопаем. Так, хлопать и топать. Это сейчас вам Антонсу будет рассказывать, но я вам покажу. То есть на одну долю, только на ногу, а и там, где вот эти вот ноты отмечены, креслика, или вот это черный, назначенный окрашенный кружок со штилем, вот все вот это ноты. Будете хлопать. Антон сейчас вам объяснит, так что вы не забываете ноги под ключом. Да, смотрите, для тех, кто еще ни разу не делал эту гимнастику, это называется ритмическая гимнастика. Метроном среднестатистически выдает четвертые ноты. Иногда, да, у музыкантов бывают они восьмые выставляют, шестнадцатые, но им просто так удобно играть. Ну, в основном вот этот метроном, который качающийся, либо пищащий, он выдает четвертые ноты. На другой стороне вашего текста, верните, длительность и нот. Вот четвертная нота, она идет раз-и-два-и-три-и-четыре-и, раз-и-два-и-три-и-четыре-и. А, соответственно, нога наша падает ровно на четвертую ноту, какие бы мы ни играли. Например, мы играем половинные, которые на один ряд выше, чем четвертная. То есть раз-и-два-и, 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 это половинная нота. Соответственно, самая высокая, это целая нота, она включает в себя четыре четвертных ноты. Раз-и-два-и-три-и-четыре-и-раз-и-два-и-три-и-четыре. Очень много людей делают ошибку на том, что не до конца дотягивают длинные ноты. Будь она целая, будь она четвертная, будь она половинная с половиной, с точкой иногда бывает, там ноты некоторые, если видели когда-нибудь в жизни. Соответственно, если какую-то длинную ноту в какой-то композиции мы не дотягиваем, мы можем раньше вступить на том куске, который нам уже позже пели. Вследствие чего мы полностью сдвигаем весь ритм песни, и в одном человек стоит растерянный, не понимает, почему музыка идет в одном направлении, а я в другом. Поэтому напоминаю, что песни можно включать, то есть не аранжировки, а вот исходный ее вариант, плюс называется, то есть полная композиция. И вместо того, чтобы петь, мы слушаем, как он поет там, и вместо его вокала мы хлопаем этот ритмический рисунок. Тогда мы внутри себя запустим этот внутренний маятник и будем чувствовать, соответственно, ритмический рисунок песни. И тогда мы не собьемся ни при каких условиях. То есть, например, некоторые там аранжировки бывают очень тихие, некоторые очень глухие, и это нас может сбивать. Но когда мы уверены в том, что к теме начали, к какому мы ритмике идем, то нас ничего не собьет. Сейчас начинаем. Будут звучать ударные инструменты, то есть ударный инструмент будет обозначать длительности, а метроном, который будет идти следом за ним, будет, соответственно, отмечать ритм. Сейчас будет перед началом упражнения отсчет четыре раза. Два, три, четыре. Раз, 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 два, три. Раз, два, три. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, И четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и, и, и четыре, и раз, и два, и, и. Все это делится куст удар, и иной оставаться. И два, и четыре, и два, и три, и четыре, и восьмой ноги. И два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и четыре, и восьмой ноги. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот фигура восьмая и точка шестнадцатая. Та. Та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Расцветали как они груши. Вот две фигуры всего составили. Уже получился ритмический рисунок всем известной песни. Соответственно, когда мы научимся видеть в каждой песне такие фигуры, то мы будем их совершенно по-другому чувствовать. не только как набор нот и слов, а еще и как серьезные ритмические рисунки, но для нас они станут простыми. Хорошо. Дальше.